Ребята, если вы в чем-то похожи на меня, вам точно нравится сериал «Острые козырьки». Смотря на Томаса Шелби, он не только умен и харизматичен, но к тому же у него просто убийственное чувство стиля. Давайте узнаем, как одеваться как участник банды «Острые козырьки». Вначале поговорим о том, какая одежда вам понадобится. «Острые козырьки» хотят демонстрировать силу, власть и авторитет, поэтому вы почти всегда можете заметить, что персонажи сериала разодеты в пух и прах. Мало того, что их повседневная одежда является костюм, так еще это чаще всего костюм «Тройка», который был очень популярен в 1920-х годах. Для своего образа я выбрал серый костюм «Тройку» в полоску, но так как я не живу в Англии, я выбрал более легкую шерсть, которая лучше подходит для моего климата. Кроме того, «Острые козырьки» часто носят шерстяные пальто, как правило, в темных тонах, так что для себя я выбрал черное двубордное пальто с острыми лацканами. Дополняя пальто, у меня также есть пара темных кожаных перчаток, далее идет классическая белая рубашка, я выбрал вариант с современным широким воротником, вместо рубашки с планкой на застежке, которую часто носят герои сериала. Идем дальше, «Острые козырьки» не были бы острыми козырьками без самой знаковой части их образа, а именно без кепки. В свою кепку я не буду вставлять бритвенное лезвие. «Острые козырьки» часто носят галстуки, обычно с таким аксессуаром, как зажим для галстука. При этом часто они могут надеть костюм без галстука, что было довольно необычно в то время. Благодаря этой детали мы видим, что им нравилось нарушать правила. Что касается обуви, у меня есть несколько вариантов. Для города я выбрал классические черные оксфорты. «Острые козырьки» много времени проводят за городом или в Бирмингеме, а в этом городе грязно и пыльно. В то время было нормально носить классические высокие ботинки вместо туфель. Поэтому я также выбрал пару крепких кожаных ботинок. Кроме того, в сериале видно, как герои используют в основном карманные часы. Наручные часы после Первой мировой войны были новинкой и еще не стали мейнстримом. Технически они нужны мне для точного образа, но я думаю, это чересчур, поэтому возьму элегантные часы. Вы против? Тогда готовьтесь к бою. Если вы хотите выглядеть как острый козырек, важно не только правильно подобрать одежду, но и уметь за собой ухаживать. У этих ребят короткая стрижка с почти выбритыми боками и более длинными волосами на макушке. И за исключением Артура они сбривают растительность на лице. В то время были популярны чисто выбритые лица, так что моя нынешняя стрижка и борода никак не впишутся в образ. Чтобы сделать правильную стрижку, я беру машинку для стрижки с полумиллиметровой насадкой. Возьмите машинку и просто сбрейте волосы по бокам, оставив более длинные пряди на макушке. Я постарался найти границы между волосами в верхней части и сбоку тщательно сбрил все, что находится ниже этой линии. После этого возьмите ножницы и приступайте к работе над макушкой. По сравнению со многими современными стрижками, вы можете заметить, что при этом не происходит постепенного уменьшения длины волос. По бокам волосы выбриты, и боковая зона очень сильно отличается от макушки. Следующий шаг – мы удаляем растительность на лице. Для этого я использую те же самые насадки, чтобы отрезать волосы так, чтобы их было легче сбрить. У меня чуть было не возникало искушения ставить усы, как у Артура, но в итоге я решил их сбрить, так как гладко выбритое лицо в то время встречалось чаще. Если вы собираетесь побриться, чтобы стать похожим на острых козырьков, нужно использовать подходящие инструменты. Олдскульная безопасная бритва и помазок для бритья. Возьмите горячее влажное полотенце, чтобы смягчить волоски, а затем взболтайте густую пену для бритья. Используйте помазок, чтобы равномерно нанести пену на лицо вращательными движениями, затем возьмите бритву и начинайте сбривать небольшие участки. Обязательно ополаскивайте бритву после нескольких сбриваний, чтобы она не засорилась. После бритья сотрите пену и проверьте, насколько гладко вы побрелись. Если необходимо, нанесите пену на пропущенные участки и побрейте там. Ну и пришло время для лосьона после бритья. Олдскульный лосьон отлично подходит для дезинфекции маленьких порезов, но так как он содержит спирт, он сушит кожу. Так что я собираюсь немного схитрить и воспользоваться современным бальзамом после бритья. Что касается укладки, Томми взлохмачивает волосы, тогда как Артур и Джон делают гладкую прическу. Чтобы быть похожим на Томми, используйте крем для волос для легкой фиксации. Мне нравится гладкая прическа, так что я собираюсь воспользоваться гелем для волос. Я намочу волосы, разотру немного геля и затем распределю его равномерно по волосам, прежде чем начать укладывать их. Продолжение следует... Следующий вопрос, кто по-вашему более стильный, Джон Уик или Джеймс Бонд? Что ж, ребята, кликайте по этому видео прямо здесь, чтобы узнать ответ. Продолжение следует... Продолжение следует...